привет друзья выехала из Шанклина еду в Мердом здесь вот знаете ну здесь как вы видите это не город никакой просто едем по зеленым всяким лесочкам и вот представляете трасса скоростная ну вернее как здесь не ограничена скорость и поэтому можно ехать всяко разно вот хорошо что никого нет вот посмотрите все таки как-то она свободная такая дорога хоть у нас сегодня и пятница пятница 2 часа плюс 20 градусов а вот почему-то дождь начал крапать ну ладно я не об этом еду это я несусь на всех парах и вдруг у меня буквально вот перед носом перед моей машиной выскакивает белка рыжая мало того что она через дорогу бежит она еще несет в зубах ребятенка своего бельчонка вы представляете вот задрала голову и тащит хвост у него волочится по этой по асфальту и она его бегом прямо перед моей машиной ну вот как так можно не соображать ну что же это такое за зверье вы знаете я затормозила просто вообще полностью по этим по тормозам я чуть не сама не хорошо я конечно пристегнуто но тут у меня все полетело в машине сами понимаете все упало вот и она конечно перебежала со своим этим бельчонком я ее слава богу не задавила но вопрос для меня такой знаете остался открытым во первых я посмотрела и думаю что же я делаю вот смотрите а если бы сзади меня кто-то ехал это же опасность на дороге ну конечно не хочется давить зверье но вот как вот как тут быть я не знаю вот не знаю сколько раз фазаны выбегают один раз тоже мы еще с мужем помню ехали но там не так быстро я ехала по моему 40 всего миль в час и выскочил фазан и я тоже тогда помню тормознула сильно очень и на меня ругался муж потому что сзади ехали машины они тут тоже все потормозили по тормозам хорошо что никто в меня сзади не влепился и вот что мне муж говорил что еще у меня есть один такой знакомый они говорят да ну не в жизнь никогда я не тормозну даже если будет собака бежать пусть как хочет а я разбиваться не собираюсь и машину свою бить не собираюсь вот раздавлю вот говорит кошек сколько раз давил только хрустят под колесами ой я просто у меня волосы дымом стали на всем теле когда вот такое говорят я не могу все равно мне жалко животных ну вообще-то я сегодня не о том хотела рассказать я сегодня вам хочу рассказать поведать снова как я искала работу здесь у нас на острове Айлоу Вайт совсем недавно это я тут хожу опять по вилочу по маленькой недалеко от города Вентнер но это не сам город а какие-то его маленькие пригороды ну вот показываю вам тоже красивые дома я же вы знаете работу же все ищу но я ищу уже такую работу которая бы меня устраивала полностью вы знаете вот не хочу я со своими университетскими дипломами ухаживать тут или мыть полы или ухаживать за больными стариками в карест хом ну вот стала я смотреть что-то другое кстати друзья спасибо всем кто пишет мне добрые и хорошие отзывы о моей работе я стараюсь а кто находит негатив во всем я в общем вы знаете что сразу могу предупредить я буду банить то есть я буду блокировать и в общем-то пусть такие люди гуляют лесом так вот стала я искать работу а знаете как мне вдруг пришла в голову такая мысль я же хожу кругом здесь вот довольно часто захожу на private территорию показываю вам какие-то вот такие вот отели в курсе вы да уже я давно этим занимаюсь брожу везде вот гуляла с вами кстати по севью вот тоже показывала вам там продавался холодный place такой и вы знаете что я зашла и я спросила не просто работу вот нет ли у вас работы там знаете прикинуться таким бедным родственникам думаю не я зашла и говорю вот вы знаете здравствуйте я вот блогер у меня на ютубе есть канал у меня там довольно много подписчиков и вот я хочу вам предложить а не хотите ли вы чтобы я вот вам сделала какое-то видео и постаралась вот ваш раскрутить вот этот вот холодный place park знаете испыток не убыток как говорила моя бабушка всегда в лоб не стукнут вот и я пришла домой и мне звонит менеджер уже мужчина слышу по голосу молодой и говорит вы знаете давайте с вами встретимся я даже могу подъехать если вам неудобно я говорю не-не-не мне удобно я живу недалеко давайте встретимся он приехал я ему показала свой сайт я ему показала в общем свои работы вы знаете у меня они остались даже с тех времен когда я работала в отеле вот я вам говорила что я занималась рекламой я занималась ценовой политикой вот и я это все себе благополучно сохранила потому что это все были мои наработки и я их естественно ни у кого не позаимствовала а сама их даже оставила для тех будущих кто там после меня остался работать я оставила ну а это я на флешку себе скинула и сохранила и я ему показала и сказала что вот вы знаете у меня есть много друзей вот я могу вот так но только естественно что я это буду делать если вы меня по договору возьмете мы с вами обговорим всю эту сумму и вы знаете он согласился и он меня взял на работу то есть как ну тут получается такая работа как волка ноги кормят но тем не менее показываю посмотрите пальму эту огромную она просто в два обхвата или в три даже вот такие вот не поверите растут на нашем острове в Англии буду пытаться продвигать вот такие вот знаете холодный плейс места может быть даже отели какие-то так что я вот работу нашла показываю вам красивящие огромные дома и сады перед домами да это все ведь вы понимаете люди занимаются сажают тоже вам скину ролик если кто не видел посмотрите сколько стоит все это покупать так что вот потихонечку я работу нахожу я поняла что тут нужно мне и не буду я больше знаете корячиться где-то что-то убирать а буду я какие-то применять свои интеллектуальные знания я конечно того и вам всем желаю друзья вот что нужно себя ценить нужно себя уважать и тогда тебя будут уважать другие а если сразу свою планку занижаешь то ничего не получится а я показываю вам как вы понимаете вот эту опять красоту это это просто как ботаническом саду вот да вы же видите это я опять на private зашла территорию вот сейчас покажу еще и пруд тут вот такой пруд если различаете его он весь зарос вот возле пруда вот такая беседка там стоит мебель плетеная видно вам надеюсь и дальше вот этот дом там сзади вот тоже так же вот ну вот такой пруд поближе он наверное еще зимы конечно не чищен а может быть они его и не хотят чистить тут у них бывает такое они любят вот знаете такое что как бы естественное уже ближе к естественному вот такой заросший но там я вижу кувшинки же уже зацветают видите это я все поднимаюсь выше не знаю домик такой конечно я бы не сказала что большой но сад видели шикарный вот так еще что хочу вам сказать друзья вот стараюсь вроде я вам все пояснять все рассказывать освещать более менее жизнь эту английскую кстати вот опять не знаю что за кустик такой вы знаете что он так пахнет просто запах на всю улицу слушайте там утка прилетела сейчас покажу посмотрите утка селезень сладкая парочка видно вам они прилетели на этот пруд только что и там посмотрите какая горка у людей красивая боже сколько приложено здесь усилий чтобы это все так выглядело сколько денег вот такой вот верандочка домик летний так вот отвлеклась что хотела вам сказать вот спрашивают у меня а если в Англии бездомные животные собаки коты вы знаете нет вообще нет никогда ни разу нигде никогда я не встречала на улицах бродячих бездомных животных нет вот я почему остановилась показываю вам видите вот часто можно кстати вот такие объявления вот видите потерялся кот фотография кота написано как его зовут Арчи зовут френдли всего один годик бой миссинг в общем потеряли и вот тут телефончик если что найдете то пожалуйста звоните вот котик ну иди сюда красавчик ты мой красавчик ох какие у тебя лапки белые какой ты красивый ой какой молодец молодец ой опять подошло какой запах боже мой ой какой запах я не знаю что это опять такое сладкий запах прямо манящий и посмотрите там сад опять у людей так вот никогда не бывает здесь бездомных животных здесь есть такие специальные дома домники наверное надо вот и если кто-то теряется то приносят туда в этот питомник если сразу значит вот человек туда звонит обычно если кто-то кого-то потерял либо собаку либо кошечку звонят туда и там проверяют приходят может быть нашелся если получается так что поступает какая-то собачка или кошечка и никто за ней не приходит может бывает такое что человек одинокий случился там знаете инсульт или вообще умер человек отвезли вот а собачка или кошечка осталось и как бы некому взять но вот тогда начинают предлагать и люди приходят и берут вы знаете не только котят а в любом возрасте берут животных домой поэтому вот я как бы вам много чего рассказываю а вот такие вещи как-то и не пока я вон смотрю не могу понять видите ступеньки туда наверх и почему-то там камера установлена вам видно не пойду даже я туда ближе а то я тут и так брожу на самый-самый верх такие крутые ступеньки неужели это частная чья-то территория private не знаю ну а что касается людей тоже вы знаете вот как-то я думала что всем это было ясно и понятно почему мой муж попал после инсульта после того как он месяц пролежал в больнице а потом его определили вот в этот коррест дом престарелых но он у них так не называется дом престарелых это по-нашему кажется как-то страшно а здесь там вполне приличное заведение там персонал медицинский ухаживает за ними все это есть но даже дело не в том а в том что вот я уже объясняла что вам не дадут человека домой досматривать если он плохой лежачий и там собирается целый консилиум врачей и они решают не вы будете решать забирать ли вам вашего родственника домой или куда а будут решать за вас консилиум врачей и они выносят решение если он такой плохой что он не поднимается вот как мой муж например нужна помощь каких-то санитаров чтобы его поднять переместить даже помыть очень трудно поэтому вот и решили что ничего они домой не отдадут а каррис хом пожалуйста норсин даже хом дом медсестер его определили туда в этом этот дом очень дорого там платить от 1000 до 5000 фунтов в месяц за содержание и Джудит вот была очень недовольна дочка его потому что она же там заблокировала все его счета и все так как она была исполнителем его воли его завещания она была написана то она вот этим всем и рулила как говорится всеми его деньгами всем и поэтому она была очень недовольна что приходится платить и в общем она была бы может быть даже рада если бы я его забрала но нельзя было этого сделать поэтому знаете вот такие вот истории странные что я когда вам говорила что вот муж был Норсингхом я к нему ездила каждый день там кормила его навещала и мне тут опять выкатили претензию как я вообще могла мужа своего сдать в дом престарелых вот понимаете насколько во первых разная жизнь я так почему-то была уверена что в курсе все уже что все подписчики мои в курсе что здесь домой вам не позволят забрать лежачего больного а может быть еще из-за того что денежки они хотят иметь там денежки ведь огромные представляете ну минимум тысяча фунтов в месяц а если хороший дом престарелых этот или Норсингхом тем более если там квалифицированные вот эти медперсонал специальный то там будете пять тысяч в месяц платить а это огромные деньги опять я говорю умножайте на восемьдесят пять сколько это в рублях а я показываю вам чью-то очередную красивую лужайку перед домом вот понимаете какая красота и вот вы знаете что опять же меня удивило когда я увидела цену вот этих красных красных деревьев деревьев красных бордовых вот они самые дорогие из всех которые продаются вот в этих садовых магазинах но согласитесь что смотрятся они конечно тоже великолепно это же он не цветет это просто листья у него такого цвета вот 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 Продолжение следует...